Приветствую вас на этом уроке, в котором мы разберем, точнее ответим на вопрос, когда начинается отрочество. И для начала можно дать отрочеству или подростковому возрасту такое некоторое определение. Вообще подростковый возраст это такой очень сложный период жизни человека. Когда детство закончилось, взрослость еще не началась, и это такое где-то между болтающиеся состояния. Вкратце, прям в двух словах, его можно описать следующим образом. Это стремление к самостоятельности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это перемена и в сфере чувств, и в сфере поведения, и в сфере общения, и в сфере значимых лиц, ценностей, приоритетов и тому подобного. То есть жизнь подростка меняется координально, прям очень сильно. Уже не ребенок, но еще не взрослый. Много эмоций, часто поверхностных, которые быстро-быстро-быстро сменяют друг друга. Это период сильных переживаний, прям очень мощных. Период ценности дружбы, любви, такого особой чувствительности к предательству. То есть предательство в этом возрасте, это может быть сродни катастрофе. В чем психологические особенности подросткового возраста? Их еще называют комплексами, да, психологическими комплексами подростков. Повышенная чувствительность к оценкам окружающих. Такое самонадеянность с одной стороны и уничижение себя с другой стороны. Такие эмоциональные качели в одну и в другую сторону. Категоричные осуждения или категоричные осуждения в сторону окружающих. Такое в каком-то мере черное и белое. Противоречивость еще этого возраста проявляется в том, что показная независимость сменяется ранимостью. Такая независимость от других, такое одиночество сменяется острым желанием быть в группе других подростков. Ну, чаще всего подростков, да, других людей. И это такие качели, которые просто могут сегодня быть одно, завтра другое. И от этого сильно и устаешь. Эмоциональная неустойчивость и резкие колебания настроения. С утра может быть невероятно радостно, в обед быть очень грустно, а вечером наступит тяжелое состояние, чуть ли не депрессивное, да, которое там к ночи опять выровнится. И эти резкие колебания еще обусловлены, ну, игрой гормонов, ну, и всем остальным набором условий, которые есть в жизни подростка. Семья, друзья, школа, учеба, здоровье. Разумеется, мы это знаем, это знают все историки, история это всегда подтверждает. Подростки любят бороться, обожают, хлебом не кормить, с общепринятыми правилами, нормами и стандартами. То есть, как это, сопротивление, это все-таки такая подростково-юношеская история обычно. Ну, или студенческая, как раньше было принято называть. Значительные изменения происходят в системе органов дыхания к кровеносной системе. Это связано с тем, что, ну, например, мой одноклассник, когда я учился в школе, когда был такой, а когда я пришел после летних каникул, он стал вот такой, да. То есть, и, соответственно, такая нагрузка не может пройти бесследно. Часто бывают случаи в том же Эрмитаже, когда подростки долго-долго стоят и просто бахаются в обморок. В этом плане нужно иметь в виду, что хоть подростки и храбрятся, им часто нужна, ну, и помощь, и поддержка, и возможность посидеть, и горячий сладкий чай. Вдобавок к кровеносной системе, дыхательной, активно развивается костно-мышечная ткань. Поэтому в этом возрасте очень важно правильно питаться, чтобы вырасти, да, как мне говорили в детстве, как-то будешь пить, курить, не вырастешь. А я вам говорю, что если подросток будет питаться только кофем и печеньками, ну, тоже вряд ли этого хватит ему на стабильный и нормальный рост. Ну, тот, который ему генетически запрограммирован. Также завершается строение пищеварительной системы. Если немножко отвлечься, то когда мы маленькие, даже, наверное, еще меньше, чем вот здесь, то у нас появляются три основные стволика, из которых потом формируется нервная система, спиной мозг, головной, кровеносная система с сердцем и со всеми сосудами, артериями, и пищеварительная, да, то есть на котором, как на дереве, вырастают легкие, печень, почки и так далее. Так вот, пищеварительная система особенно ранима в этом возрасте, и во многом благодаря подверженности подростков, всевозможным стрессом, воздействием, влиянием, ну, как бы они такие проницаемые для, ну, всяких сект, не сект, всяких идей всевозможных, ну, еще и на волне некоторого сопротивления, и поэтому очень важно, ну, нам, как родителям, если вы подросток, то поберегите своих друзей, то есть поддержка важна, потому что стрессы почти всегда бьют в, ну, живот, желудок, и у подростков это слабое место, да, как бы это не совсем, там, по части психологии, но, там, запоры или антизапоры, да, гарантированы, если не следить за своим эмоциональным состоянием. Будьте с собой аккуратны. Также размер мозга подростка становится равным размеру мозга взрослого человека. Однако размер здесь, ну, имеет значение, но не во всем. Часть мозга связана с так называемым эмоциональным мозгом, да, то есть там мендолювидное тело, а лимбическая система, они как бы вырываются вперед. И поэтому подростки в каком-то смысле, конечно, в очень, в двухпроцентном растворе могут вести себя как, ну, дети раннего возраста, то есть такая очень большая импульсивность, а процессы торможения не успевают останавливать как-то подростков, подростки не успевают ими воспользоваться, чтобы, ну, там, что-нибудь не сказать, что-нибудь не сделать, да. К этому тоже нужно относиться с пониманием, как это бывает у разных людей, то есть он может, он, она может что-нибудь сказать, сделать, а потом сама же или сам же жалеть об этом, да, то есть тут дополнительного наказания уже не надо. Эти неврозы уже являются чем-то таким давящим на подростка, поэтому, ну, это закончится, да, то есть можно проявлять терпение. В связи с тем, что эмоциональность такая повышенная, импульсного поведения много, этот период требует тренировки лобных долей, да. В культурном аспекте подростки всегда были загружены под самое «не балуйся», на учебе, в секциях, в работе, ну, дома, где бы там ни было, что тренировало их лобные доли, да. Мне хочется послать весь мир к чертям, а надо делать то-то. Мне хочется делать то-то, а надо делать это. То есть это такой некоторый процесс торможения, который тормозит наши импульсы, и мы делаем то, что нужно. Ну, спорт в этом плане очень помогает, да, то есть я бы и не хотел ничего делать, а надо, тренер говорит. Или учеба в каких-то секциях, где, ну, просто есть понятный фронт работы, и подростки его выполняют. Конечно, здорово, когда это сочетается с тем, что подростку нравится, отвечает его вкусом и потребностям. Для формирования лобных долей, тренировки их, хорошо загружать подростков деятельностью, работой, учебой, всем, чем хотите. Дальше я дам рекомендации, может, чуть побольше, но сейчас я могу сказать, что, например, можно их приблизить к взрослой жизни. Если таковая страсть есть и природно обусловлена, то можно их взять на производство, чтобы они там помогали. Делали какую-то несложную работу, были заняты, становились взрослее в своих глазах, в чужих глазах, и еще за это получали деньги. Все выигрыши. И представьте, к импульсивному поведению, добавьте еще, психологические сложности, которые могут иметь, просто быть, потому что наше время такое непростое. Психика развивается, и особенность подросткового и во многом юношеского возраста состоит в том, что подростки выделяют в этой жизни что-то одно, максимум, максимум два в существовании предмета, явления, цели. И, скорее всего, это не будет учеба. Сразу хочу вас разочаровать. Скорее всего, это будет общение со сверстниками. В принципе, есть два полярных мнения, ну, таких как бы противоположных мнения относительно подросткового возраста. Первый говорит о том, что сложности у подростков возникают тогда, когда есть сложности в семье, в отношениях с папой и мамой, и не только. А второй говорит о том, что это, в принципе, эволюционная стадия, которую проходят все, так или иначе. Честно скажу, я больше разделяю второй взгляд на эти вещи. Подростковый возраст – это возраст, когда заканчивается детство. Там, где заканчивается детство, куется характер. Поэтому это очень важно об этом узнать пораньше. Потому что если подросток не занимался своим характером в этом периоде, то ему потом придется гораздо тяжелее. Многие специалисты, психиатры, коллеги мои психологи склонны признавать то, что характер, когда он сформировался, он, собственно, остается с человеком на всю жизнь. Поэтому будьте с этим аккуратны. И пусть этот характер действительно будет выкован в подростковом возрасте. И не нужно будет ничего доковывать через 20-30-40 лет. На этом все. Увидимся в следующем уроке. Продолжение следует...